Итак, я хотел бы, вот основные моменты, да все-таки обратить внимание. Первое, это мобильный телефон. То есть все, что касается мобильных телефонов. Это реклама на мобильном телефоне, это локальная программа на мобильном телефоне, это поиск на мобильном телефоне, ну, все, 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 что касается мобильных телефонов. Очень важный момент, что скоро мы увидим, что одна из самых крупных платежных систем UnionPay, очень известная онлайновая платежная система, и эта платежная система будет внедряться у нас. Причем на базе этой платежной системы будут переделываться все наши платежные методы. Вы знаете, у нас прекрасная банковская система ВИКЕРШ, где происходит более миллиона транзакций ежедневно. Вы можете себе представить миллион транзакций, зайдите сегодня в любой банк в своем городе, и я думаю, что в этом банке не будет столько транзакций ежедневно. Не каждый банк, крупный банк делает столько транзакций. То есть у нас это серьезный банк, причем на протяжении пяти лет ежедневно производятся транзакции, выплаты производятся ежедневно у нас. То есть у некоторых это, они не понимают зарплату, когда они смотрят, они говорят, что в месяц только? Я говорю, нет, это в день, в день. У нас зарплата платится в день ежедневно, даже поминутно можно видеть, как идет движение зарплаты. И Стив Реннер хочет сделать таким образом, чтобы мы могли платить с помощью телефонов за все. Все платежи оплачивать, причем сегодня это очень просто, есть специальные аппликейшены, специальные, все уже подготовлено, если у вас есть деньги на счету, вы просто оплачиваете все, что вы хотите оплатить. Все, что вы хотите оплатить, вы можете оплачивать. Наш офис, главный офис, то есть вот это главные вещи, он находится в Силиконовой долине. Я только два слова скажу, что Силиконовая долина это центр вообще, центр вселенной, компьютерный центр. Все, что связано с новыми технологиями компьютерными, это находится в Силиконовой долине. Поэтому компания, конечно, буквально с прошлого года, да, с прошлого года, она все свои усилия переносит на именно Силиконовой долине. И, как я уже вам сказал, 100 человек, 100 инженеров сегодня работают на нас с вами. На кого они работают? На нас с вами. Они готовят некоторых продуктов, я еще сегодня буду говорить, а есть продукты секретные, которые, да, Стефа Энер никому не хочет ничего говорить. Значит, все держится в строжайшем секрете, но вы понимаете, что правильно, наверное, да, не надо никогда говорить заранее, что он-то очень весомый, но он говорит, что он делает что-то такое сильное, что дает ему основание говорить, что мы будем первые в области рекламы. Ну, я надеюсь, что так оно и будет. В компании все, конечно, очень продумано, да, продумано по разным направлениям. Один на одно направление загорается ревордами, да, у нас, вы знаете, есть такое направление ревордов. Что такое реворды? Это то, что все люди, которые будут пользоваться нашими продуктами или поиском через нашу систему, либо у нас есть игры различные, да, если вы посмотрите старые презентации, вы поймете, игры или пользуются любыми нашими продуктами, любыми, да, поскольку эти наши продукты, они все стоят на нашей телеге, да, которая называется поисковик наш собственный, то тут есть такой фокус, что при любом клике, при любом клике компания зарабатывает деньги. И компания делится с нами за клики, то есть люди могут, в принципе, фактически совершенно бесплатно подсоединиться, да, и бесплатно, в общем-то, зарабатывать реворды, да, здесь нельзя заработать огромных денег, но какие-то деньги можно заработать, причем я вот знаю, вот ко мне сейчас вот люди обращались совершенно, люди, которые недавно вошли в компанию, совершенно недавно, ну и снимают уже там ревордов, там по 50, по 60 долларов, что, в общем-то, тоже неплохо. Аксесс-маркетинг-направление, это все направление маркетинга, это маркетинг, понимаете, это реклама, аксесс, аксесс, это наша реклама, и эта реклама, она проходит в разных видах, да, через разные программы, через все идет наша реклама. Ну и, конечно, я вам сказал, что основное направление сегодня идет на мобильный телефон, несмотря на то, что, конечно, все, соответственно, будет работать и на обычных компьютерах, да, То есть раз на мобильных, то на компьютере однозначно. То есть все это как бы даже не обсуждается. Викеш, да, это система, денежная система. Ви-вэпс, это все, что касается интернетных домейнов, хостингов, различных программ. Все, что необходимо для того, чтобы сделать рекламу. Причем люди некоторые меня спрашивают, да, причем спрашивают в некоторых моментах, что даже и сам не разбираешься, да, причем мне говорят, как, вот ты не разбираешься? Я говорю, нет, извини, я вот в этом не разбираюсь, я единственное знаю, как зарабатывать деньги в этом, да. И тогда, знаете, вот это у меня больше всего всегда удивляет, что специалисты в области, там, скажем, компьютеров, программисты особо, так сказать, хорошие программисты, да, есть, а денег они заработать не могут. Не могут. Почему? Потому что сегодня очень жесткая конкуренция. То есть знать недостаточно. Недостаточно быть специалистом, нужно уметь еще себя продавать, да, вот такое вот слово, неприятное для многих, да. На самом деле это хорошее слово, продавать, и мы должны к этому привыкать, потому что у нас компания по продажам, да, как сказал Стивенов, у нас нет никаких гарантий никому ни в чем. Гарантия только, когда через него, через человека один лажи, прямые или костные. Иногда человек не умеет продавать, но он может пригласить того, кто умеет продавать, да, показать такому дверь, что тут есть возможность. И за это он тоже будет в нашей компании прекрасно жить, да. Потому что у нас работают команды, да, один умеет что-то делать, другой умеет что-то другое делать. Поэтому это разделение труда. Главное, главное уметь найти правильную команду, правильных людей подобрать. И те, кто умеет это делать, они преуспеют. Те, кто умеет делегировать обязанности, делегировать, находить правильных людей. Вебкаст видео, видеонаправление, скоро весь наш ротатор будет состоять практически из видео, да. То есть люди уже не хотят читать сайты. Ну, лень, да, мало того, что уже не хотят читать газеты, они не хотят уже даже и сайты читать, потому что их сегодня уже столько этих сайтов, что читать никто уже не хочет. Человек хочет включить, нажать на кнопочку и посмотреть, о чем там идет речь. И это тоже направление, вы видите, везде стоит дата, да. То есть это целое направление. И, как сказал Стив Реннер, он говорит, что весь наш ротатор практически в самом ближайшем будущем будет заполнен только видео, да. Потому что все, что не видео, это уже прошлый век. И, конечно, различные бизнес-сервисы для бизнесов. Целый ряд сервисов, я чуть-чуть немножко потом скажу. Ну, и, как я уже сказал, самое главное направление, вот видите, вот желтое такое направление, это мобильные сервисы. Их будет много, и много, и много, и они будут постоянно совершенствоваться. Причем все будет сбито по фазам, да, да. Будет локал мобильный, да. Что это такое локал? Это что, любой бизнес, скажем, пришли сегодня в пиццу какую-то, да. Вот скажите, вы пришли сегодня в пиццу, и вы им предложите, чтобы их пицца была размещена на наших носителях, на нашем поисковике, на нашем рекламе. Но кто откажется, когда вы ему это предложите, и это будет и с адресом, и со всеми, так сказать, его характеристиками его пиццы. Причем, если он будет первый, и он согласится быть первым, а если он будет второй, или там десятый, или сотый, он даже и спрашивает уже ничего не будет, просто будет подписываться. Поэтому подписать 100 бизнесов этому человеку будет просто легко. За деньги, да, за деньги. И он просто будет давать деньги за то, что вы их туда запишете. И если мы, кто имеет кредиты, то, что мы всегда говорили, берегите свои кредиты. Вы же понимаете, это все превращается в серьезные деньги, если они у вас есть. Если нет, мы покупаем их у компаний. Поэтому Local Mobile, да, это, в общем-то, я думаю, что это сильнейший продукт, да, сильнейший продукт, который скоро мы с вами увидим. Ну, соответственно, такой же Local у нас будет на компьютере, да. Точно такой же Local на компьютере, я даже просто не повторяю, и я думаю, что это будет один из лучших продуктов. Один из лучших продуктов, потому что, ну, всем это нужно. Причем, самое интересное, что скоро выйдет у нас такой продукт, как университет Аксесс, да, то есть, все будет в виде библиотеки, в виде различных тоже видео обучающих. И поэтому, собственно говоря, все разберутся. А, собственно говоря, разбираться-то нечего, потому что все будет на языках доступных. Ну, и самое главное преимущество в нашей системе, то, что у каждого еще есть спонсоры. То есть, еще можно кого-то спросить. Если не знает один, можно спросить у другого. Если не знает другого, можно спросить у третьего. Ну, и, в конечном итоге, наши с вами лекции тоже каким-то образом будут помогать людям получить информацию. То есть, можете представить, с каким людям вообще это нужно, да, поскольку сегодня практически все имеют телефоны, да, мобильный телефон. Мобильный поиск, ну, я не повторяю еще раз, что то же самое и на компьютере, это уже понятно, да, не больше сегодня компания готовит собственный браузер, да, будет, скоро у нас будет тоже собственный браузер, что способствовать будет чему? Способствовать улучшению рекламы. Я напоминаю, что весь фокус заключается в том, что чем бы мы пользовались, все это стоит на нашей платформе и все это продвигает наш аксесс. Если это продвигает наш аксесс, значит, мы все зарабатываем деньги. Совершенно новая компания создается, да, новая компания, о которой мы чуть ниже поговорим. Мы все можем быть собственниками, да, то есть, здесь не гарантированно человек входит в компанию записывать все, что он хозяин компании, нет у этого. То есть, нужно выполнить какие-то условия, чтобы быть хозяином, но это просто, да, кого сегодня куда приглашают быть хозяином? Да никто, никого. Меня еще никуда не приглашали, чтобы прийти, вот будешь хозяином, да, будешь иметь часть акций. Это единственная компания легальная, законная, официальная, где, в общем-то, у нас поступает такое предложение, на нее нужно подобрить. Человек, ну, просто игра, не это понимает всех вещей. Ну, и, конечно, гвоздь программы лично для меня, Ю-чат, я думаю, это просто убийственный продукт. Почему? Во-первых, бесплатно, да, бесплатно. То есть, любой может войти. Во-вторых, здесь можно полностью разговаривать, да, передавать голосовые сообщения, видео сообщения, с группой разговаривать, смс-сообщения, причем, обратите внимание, сегодня по всему миру, скажем, в каждой стране есть свои такие чаты, в Китае там одно, там, в Европе там другое, там другое, нафиг, ватсап и прочее. Смотрите, Стив Реннер, он очень красивая идея. Он все соединил в одном. Представьте, вы там, скажем, здесь YouTube, где там только видео, есть там скайп, где там, значит, то, другое. Здесь он соединил практически все, что есть во всем мире в одном месте, причем все это без реклам, да, без ничего, и все это бесплатно, удобно и на вашем мобильном телефоне. Причем, сейчас вам скажу просто интересную вещь. Значит, ну, во-первых, мы уже все, не секрет, что 26 апреля компания едет в Москву, и Стив объявил, что он до Москвы, он этот чат, он уже давно работает, мы уже его давно пробуем, но для массового потребителя, да, для массового, это совершенно другой разговор должен быть, да, другая подготовка, и он сказал, что в Москву приедет с этим продуктом, и вчера он объявил, что продукт будет доступен для пользования через один месяц, да, то есть, я так понимаю, что где-то 1-2 апреля этого года. Причем, в чем фокус здесь, да, самый главный фокус здесь заключается в том, что люди могут все, что угодно здесь делать, можно тут же записать видео, да, через наши же системы, тут же его послать, все, что угодно. Причем фокус, как я уже говорил, он основывается на том, что все это поднимает наш доход. Представляете, бесплатно человек получает, а доход у нас от этого будет расти. И Си-Фрэнс сказал, что примерно этим продуктом будут пользоваться 50 миллионов человек. Прикиньте, просто прикиньте. 50 миллионов человек, бесплатно. А что это такое, когда 50 миллионов в одном месте? Вы можете представить, если им что-то предложить? То есть, вы все не представляете, что это, ну, просто, я даже не знаю, как назвать, каким словом. Что-то предложить, 50 миллионов. Мы с вами все участвуем в этом. Как вы считаете, выгодно иметь акции вообще просто? Это то, долгосрочная финансовая стабильность, о которой так много говорите всегда. Представьте себе, да, продукты, да, покупаем, да, там что-то пользуем, но можно ли просто иметь законную финансовую стабильность? Да. И они еще немножко поговорили. Когда я думаю, что это продукт, это серьезный продукт. И мы с вами имеем эту информацию раньше, чем другие. Можете представить, какую возможность мы с вами имеем. Я думаю, что тут нужно много даже слов, много объяснять. Это идет лишь только об одном продукте. Это U-Chart. U-Chart. Я уже не говорю, что там можно всякие видео пересылать удобно, да. Просто те сообщения, которые мы сегодня делаем, почему нам пользуемся, только нам никто за это ничего не платит. Представьте себе, куда человек пойдет. В то место, где ему заплатят за то, что он этим пользуется. Либо туда, где он еще должен что-то накладывать, и петь рекламы, и там все хрюкает, глюкает, и прочее, да. Причем, как сказал Степренер, что без всяких помехов, глиники и все, что нам будет мешать, поскольку мы собственники, да, мы решаем. Тем, кому выгодно, чтобы это было так, те и решают. И еще один продукт, да, кстати, видео, как я уже сказал, это все в одном, все здесь, ну, примерно, может быть, то же самое, что и Юльич. Только наш, да, только наш, да, только наш, вместе, как я уже сказал, он самый лучший везде, в чем заключается? Самые лучшие достижения, которые есть везде, раздельно, собраны будут в одном месте. Собраны будут в одном месте, и поставлены на нашу телегу, и потом телега будет двигаться вместе со всем, да. То есть людям не нужно в разные места заходить, а то все будет в одном. И здесь же они будут за это зарабатывать. То есть новая совершенно концепция. Для некоторых это будут, скажем, какие-то деньги, для некоторых больше. То есть кто какую себе цель поставит, то какую он сможет себе решить. В принципе. Вы знаете, я вчера разговаривал с людьми, на которых много уже, да, на которых просто зарабатывают неприличные деньги. Совсем неприличные. Я даже не могу их сегодня здесь озвучить, потому что они совсем неприличные. Для некоторых это может быть вообще, так сказать, шок. Шок в голове, потому что люди не слышали о таких денег. А почему? А потому что Степан Реннер сказал, что нет никаких ограничений. Вы же понимаете, сколько человек может, кому он создать. И все, конечно, это будет все расписано, дано задание, не зря вот столько человек сегодня этим занимается. И я думаю, что все это должно привести к тому, что наша реклама станет ценная. То есть представьте себе, место, где много всего. Каждый захочет там дать рекламу. Каждый захочет в этом месте дать рекламу. Я вам скажу уже просто, место, что вот мы встречаемся, да. Мы сами являемся для себя хорошим местом, чтобы показать, да. То есть люди будут тратить деньги на рекламу. И компания что делает? Создает предложение для людей, чтобы они могли потратить эти деньги. А у нас есть информация, что мы сможем предложить. Поэтому нам просто сегодня, я думаю, что всем повезло, что мы имеем эту информацию, и мы можем сегодня начать фактически свой персональный бизнес, рекламный. все это, во всем этом разобраться, научиться и вовремя подключиться. Конечно же, у этого возникает бизнес-модель, да. Бизнес-модель. Да, причем, как сказал Стив Фредер, это новая, прогрессивная, динамическая, инновационная бизнес-модель. Понятно, если есть продукт, который нужен, да, реклама, то понятно, что на этом можно построить бизнес. И, собственно, я уже все готово, да. Все готово, готово, готово ритейл-сейлс-план, готово онлайн-сейлс, готово ревеню-шеринг, готово annual profit-шеринг. Ну, я по-русски скажу, что это розничные продажи у нас, да. Человек может зарабатывать на розничных продажах, человек может зарабатывать на этапных продажах. Плюс человек участвует в прибыли, да, вот интересный момент. Представьте себе, человек новенький записался в компанию, новенький, вчера пришел, да, когда он только вчера пришел в компанию, если он выполнил три вещи, да, три вещи, как многие спрашивают, что нужно делать в компании, обязательно для того, чтобы к этому преуспеть. Это три вещи, да, мы об этом и говорим пять лет, три вещи. Первое, это приобрести себе кит, да, кит. Второе, выбрать себе пакет, причем это необязательно. Выбрать пакет необязательно, но лучше, да, когда с пакетом получается быстрее. Без пакета много работать надо, но необязательно пакет. Но что еще обязательно? Обязательно делать серфинг, да, просматривать сайт. Это условия получения дохода. Некоторые путают. Нам, у нас не платят за серфинг, но серфинг является условием получения дохода. Потому что то, что продвигает, это трафик. Все. Тогда, и то же самое сказать другим делать. Да, то есть, купи кит, купи пакет, если хочешь, да, и начинай делать серфинг. Все, это все, что нужно делать. И, рассказывать другим про то же самое. Когда появляются розничные продажи, значит, розничный доход, получается онлайновые продажи, оптовые, значит, оптовый доход, тогда появляется прибыль ежедневная. Да, я сказал, что человек, как только входит в нашу компанию, если у него появляется пакет, он тут же начинает получать на следующий день прибыль от компании. Да, с ним делятся прибылью. Это новое, такого еще никогда не было. Но если вы заходите в компанию, вы должны заработать себе прибыль. Здесь же с вами делятся прибылью, потому что кто-то другой сделал продажу. Вы понимаете, поскольку компания большая, всегда кто-то продает. И это все делится на всех. Но если все продают, значит, это все делится на всех. Вы понимаете, то есть всегда кто-то продает. Всегда кто-то продает. Значит, всегда есть прибыль. Ну, и, конечно, годовая прибыль, это я о ней чуть позже скажу, это, я думаю, сегодня, лично для меня, это выходит не первый план. Потому что, как бы человек не работал, сколько бы он не работал, все равно, когда-то приходит время, когда он не может работать, да, по разным причинам, по разным причинам. Ну, те, кто здесь работают, им же не платят пенсию, да, это не то, что там государственная какая-то пенсия, да, поэтому нужно себе обеспечить какой-то профит. И здесь есть моменты, конечно, есть различные планы, все это в цифрах, конкретно, при которых я вам говорю, что сегодня люди, уже сегодня люди зарабатывают неприличные деньги. Неприличные. Поэтому, я о них и не говорю, да? Почему? Потому что 70%, 70% компания отстегивает от дохода, от прибыли, которую компания имеет, от всех продаж, 70% компания возвращает назад тем, кто сделали эти продажи. причем 35% в виде обязательных выплат, а 35% в виде прибыли. Вот почему эта прибыль ежедневно делится. Ежедневно выплачиваются эти деньги. Как только человек заработал, ему через 24 часа выплачивают то, что он обязательно заработал. А прибыль платится ежедневно на всех, потому что всегда есть какие-то продажи, да? Это и розничные, оптовые продажи, как я уже сказал, причем маркетинг-план, он очень глубокий серьезный, там очень много позиций, которые позволяют заработать серьезные деньги. Даже не рассчитывая на прибыль компании. И человек может гарантированно сам для себя зарабатывать серьезные деньги, потому что, как я уже сказал, ближайшие годы, сегодня уже хорошо можно зарабатывать. Но представьте себе рост, полтора триллиона, 15 триллионов. Можете себе представить? Каждый себе может наметить, абсолютно, каждый человек. Я недавно даже не спорил, а разговаривал. И я говорю, что любой имеет возможность заработать, причем есть технология, как это делать. Просто люди не хотят, неохота им напрягаться. Некоторые ждут халяву, да, там лучше будет где-то там что-то куда-то бегать и ждать халяву. А другие не ждут халяву, а делают деньги целенаправленно. Целенаправленно. Не ожидай халявы. И вот вы видите, сегодняшняя индустрия полтора триллиона долларов, да, и есть сегодня люди, которые, причем это вот реальные люди, которые здесь, да, более одного миллиона в год, да, мягко скажем. Сегодня, да, люди сегодня зарабатывают. Подарки всякие, после того, как они заработали, им еще по голове подарком, да, так вот раз там, Мерседесом и прочим. Поэтому каждый себе может решить, чего он хочет. Либо много каши, да, можно здесь иметь много каши и мало трудиться, и много каши кушать каждый день. Можно там 50 долларов, там 100 долларов, 500 и так далее. То есть никаких гарантий, да, никаких гарантий, в то же время каждый себе сам строит гарантии. Только личные усилия являются гарантией. Личные усилия. Ну и конечно компания делает различные донейшн, да, тем, кто пожертвовал, тем, кто пострадал в различных бедствиях, в различных катастрофах. Компания принимает участие. Ну это всегда, да, те, кто имеют, они должны давать тем, кто не имеет. Да, это один из законов жизни. И несколько слов я хочу поговорить о еще об одном беде доходе. То есть я вам показал, что в принципе можно серьезно зарабатывать, ни на кого не рассчитывать, да, на себя рассчитывая, можно серьезно в этой компании зарабатывать сегодня. И построить свое финансовое будущее гарантированно. Потому что компания стабильная, да, компания на развитие, у компании большие амбиции, компания в правильной индустрии, компания выбрала правильный маркетинг, при котором продукты не портятся, да, то есть при пересылке никаких катаклизм не произойдет, да, неожиданностей и случайностей. Но в компании есть еще один момент, да, еще один момент, потому что жизнь показывает, что те, кто выходит на IPO, да, на IPO, их сильно акции, их растут, особенно вот компания подобного типа. И если компания будет продвигаться в пиво, да, то есть вниз, да, к лестнице, по лестнице, будет продвигаться, а мы знаем, что она за последние несколько лет просто продвинулась невероятными темпами, там было, на миллионных местах, а сегодня это где-то несколько, не знаю, 500-600, вот, но, как сказал Стиврен, он хочет только первое место. А я думаю, что достаточно войти в сотню лучших сайтов мира. Это значит, что, что такое войти в сотню? Это значит востребованность, это трафик, это значит, что реклама растет, это значит, что продажи растут, это значит, что доход растет. И в этой компании, как ни в одной, да, потому что создана система эквечащего рекламы, то есть клуб учредителей создан до того, как компания войдет на Нью-Йоркскую фондовую биржу. До того. Я думаю, что через несколько лет компания войдет, может, раньше на Нью-Йоркскую фондовую биржу, но до этого уже создан клуб учредителей, который зарабатывает, который зарабатывает акционерные деньги, да, на которые можно будет купить акции. Я немножко подробно в этом расскажу, потому что очень-то такой важный момент. И представьте себе, что если компания действительно будет идти вверх, а то, что делается, те силы, те деньги, которые сегодня направлены. Представьте себе, какие средства сегодня направлены. Некоторые иногда вот задают вопросы, да, они не подумали, что они могут с собственниками компаниями, компаниями, иметь кусочек акций, да, что такое, это и есть собственник. При этом подумайте, что если вы являетесь собственником, и вам нужно самим строить такую компанию, сколько нужно личных средств изыскать. Люди не понимают этих моментов, многие, что не так просто построить компанию, это целая, целая, целая система. И обратите внимание, за 12-й год компания разделила в конце года полтора миллиона долларов, полтора миллиона долларов в 12-м году, первый раз. Первый раз клуб учредителей разделил полтора миллиона долларов. В 13-м году разделено 5 миллионов долларов. Я вам сейчас скажу цифру, которая планируется на 2014-й год. На 2014-й год планируется до 23 миллионов долларов. То есть, поверьте, какой рост? Почти в 4 раза. В 3-4 раза будет рост, сказал Слифренер. Потому что те показатели, которые сегодня, за 2 месяца, они превзошли просто все ожидания. То есть, представьте себе, что в 12-м, в 13-м году квалифицироваться на клуб учредителей было легко. То есть, практически все, кто мог, кто хотел, туда квалифицировались, и денег было меньше. Сегодня квалифицироваться немножко сложнее, и денег будет распределяться больше, да, больше. Смотрите, так рост в 12-й, в 13-й год, но серьезный, да, серьезный скачок. Очень серьезный скачок. Причем, определенные условия, я на них остановлюсь немножко, напомню, потому что это важно. Потому что март это последний месяц, когда люди, которые присоединились к компании до января, до 31-го декабря 2013-го года, да, до 31-го декабря 2013-го года, эти люди имеют возможность квалификации для 2014-го года до 31-го марта 2014-го года, то есть фаза номер 1-го, да, до 31-го марта 2014-го года. Что это за квалификация? Нужно выполнить объем, неважно, персонально или под собой, да, под собой 5000 долларов. Но это те люди, которые до декабря, до 31-го декабря 2013-го года имели пакет 2000 долларов. Не просто записались, здрасте, записался бесплатно, а человек, который имел когда-либо, купил пакет 2000 долларов, либо набрал суммарно 2000 долларов. Не имеет значения. Он мог 5 лет назад купить там 100 долларов и в течение 5 лет по 100 долларов набрал 2000, он имеет право на квалификацию на 2014-й год, если он лично до 31-го марта возьмет на 5000 долларов, либо кто-либо под ним. Понятно, да? Кто-либо под ним. Вот такие вот, скажем, требования для тех людей, кто записался до 31-го декабря. А вот те, кто записался уже в этом новенькие клуб учредителей 2014-го года, новенькие, для них немножко другие условия. То есть 4 фазы. Первая фаза, первая фаза для новых членов, для новых. Значит, лично, персонально, то есть персонально это, значит, персональный пакет 2000 долларов, и более, да, и более, ну, минимум 2000, и плюс в первом поколении 5000 долларов. Первая фаза. Чуть-чуть хуже, чем для стареньких, да, но это нормально, да, кто записался до 31-го декабря, но тоже хорошие условия, да, 2000 персонально и 5000 под собой. Можно два человека там по два и один на один. Да, то есть три человека пригласить, если три по два, то как раз 6000 человек имеют квалификацию в первой фазе. Есть 4 фазы. С каждым ростом фазы, с каждой следующей фазой сложнее. Самая лучшая фаза первая до 31 марта 2014 года. Остался один месяц. Остался один месяц. быть квалифицированным на клуб учредителей 2014 года. Это первая фаза. Да? Вторая фаза это по июнь, да, апреля по июнь. Ну, соответственно, на 5000 больше. Все то же самое, только на 5000 больше нужно Team Sales, да, командная продажа. Вторая фаза уже 10 тысяч не 5. То есть персонально два остается и в первом уровне уже 10 надо. Значит, надо бы два по пять пригласить. Либо пять по два. По 2000. Понятно. Чуть сложнее. Поэтому я сегодня и говорю, что лучше сделать раньше. Если кто-то все равно еще это делает, то лучше сделать раньше, легче. Лучше сделать до 31 марта. Остался один месяц. Поэтому я подробно в этом сегодня говорю. Третья, конечно, соответственно, третья это 15 тысяч, и четвертая фаза 20 тысяч. То есть кто решит квалифицироваться октябрь-декабрь, это уже 20 тысяч. Поэтому лучше, конечно, март. Лучше март. Потому что март это все-таки 2 плюс 5. Так я повторю. Первый квартал 2 плюс 5, второй квартал 2 плюс 10, третий квартал 2 плюс 15, четвертый квартал 2 плюс 20. 1 плюс 15, каждый должен себе убирать. В чем выгода? Ну, первое, во-первых, во-первых, деньги, которые человек получает, он их получает автоматически, да? Он не вынимает эти деньги из своего кармана, он их получает. Он получает, он становится, попадает в клуб учредителей, и он зарабатывает деньги, ему начисляет. какая разница, какая прибыль будет, он получит часть этой прибыли. Разделится 15% на всех. 15% примерно должны составить, если в этом будет 5 миллионов, то в следующем году примерно 15-20 миллионов долларов. Это серьезный день. Во-вторых, эти деньги начинают участвовать каждый год, каждый год. в этой программе. То, что он имеет однажды, оно начинает населяться каждый год. И я думаю, что это одно из, в общем-то, должно быть сегодня серьезных направлений для человека, который хочет построить финансовую защиту себе. Потому что это один из путей. Потому что, работая как бы в другом, мы фактически будем участвовать в клубе учредителей. И, скажем, некоторые могут задать вопрос, а что если компания не попадет в клуб учредителей? Ну, самое плохое, всегда любой бизнесмен, он когда планирует, всегда нужно рассчитывать, что вдруг не получится. То есть, нельзя всегда давать только одно, что все, сто процентов я не принимаю, что не получится. Всегда. я, например, по жизни всегда, любое дело, которое я всегда делаю, абсолютно любое, всю свою жизнь, я никогда на этом не концентрируюсь и не завишу от этого. То есть, ну, если нет, значит нет. Значит, будем делать что-то другое. Вот такой подход. Я думаю, что такой подход должен быть всегда и у каждого и во всем. Причем, оно так правильно, потому что, когда вы начинаете от чего-то зависеть, вы никогда это не получите. Ну, вспомните, вот ребенок, да, вот если ребенка вы ведете, да, и он там хочет какую-то игрушку и начинает там биться на раме по земле и кричать дайте мне эту игрушку, ему мать никогда его не купит эту игрушку. А если он такой понимающий, ну, мать не видит, мать видит, что он хочет эту игрушку, она сама ему ее купит. Так жизнь устроена. То есть, если мы что-то хотим очень сильно и от этого зависим, мы это никогда не получим. И знаете почему? Все очень просто. На самом деле все очень просто. Объясняется это очень просто. Что мир находится в равновесии. Все находится в равновесии. Как только мы начинаем нарушать равновесие, по любому вопросу, как только мы начинаем в каком-то месте создавать избыточную энергию, вот все, я хочу этот, только дайте мне это, я не соглашусь, но другое. должна появиться сила противодействующая по направлению для того, чтобы уравновесить это внутреннее состояние. И вы всегда появляется сила, что вы не получите то, что вы хотите получить. Ну скажем, вы едете на какую-то вечеринку и думаете, ох, какое я сейчас удовольствие там получу на этой вечеринке, все, вы никогда не получите это удовольствие. Всегда произойдет что-то, что будет совершенно наоборот. А если вы перейдете там с ожиданием, ну, да, тогда, а нет, так нет, вы получите в большинстве случаев то, чего вы хотите. Ну это так, маленькое отвлечение. Ну и самое главное, да, самое главное. Вот скажем, в этом году начислили 5 миллионов. Что это значит? Значит, компания перечислила деньги, 5 миллионов, на трастовый счет, которым управляет Дэвид Латсон, да, мы много о нем говорили. Компания назад деньги востребовать не может этот человек, который 30 лет, более 30 лет имеет опыт работы, да, в этой области, он адвокат, и сегодня все деньги клуба учредителей, они находятся у него. Он не является работником компании, он компании не подчиняется, он следит за правильностью распределения между каждым членом денег, которые находятся на трассовом счету. Важнейший момент, да, важнейший момент. И компания не имеет права востребовать деньги назад. Все, что перечислено, все, что находится на вашем счету, сохраняется, и это ваши деньги. То есть, в случае какой-то там неудачи, мы просто свои деньги забираем. Причем эти деньги имеем право всегда взять, но не всегда, когда компания выйдет на IPO, мы имеем право их забрать деньгами, но, конечно же, лучше на них приобрести акции по сниженным ценам, со скидкой, и есть та гарантия, и если наша компания, если мы выведем эту компанию на действительно те рубежи, которые сегодня запланированы, и не толпствовать этому, то, я думаю, что мы будем довольны, 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 и, конечно, мы с вами получим то, что каждый себе запланирует получить в этой компании, и сейчас я хочу сделать два маленьких еще объявления, два маленьких объявления, во-первых, я напоминаю, что 26 числа апреля, то есть примерно через два месяца компания будет проводить в Москве, уже на этой неделе должны быть напечатаны, уже все готово, известно, известно место, известна гостиница, известно, так сказать, место, где это все будет проводиться, будет следить за объявлениями в офисе, все это будет уже выпечено, напечатано, вот, после того, как будет напечатано, можно будет заказывать билеты, на поездку в Москву, но я думаю, что вот эти ближайшие два месяца должны стать самыми главными действиями в эти два месяца, то, чтобы подготовиться именно к московской конференции. Почему? Потому что эта конференция, во-первых, проводится впервые, русскоязычная, ее многие ждали пять лет, некоторые не дождались, некоторые не дождались, вот, но, кто дождался, я думаю, что этот момент нужно использовать, потому что компания полностью будет разговаривать несколько дней с русскоязычными людьми, да, с переводчиками, и можно будет решать все вопросы, да, каждый сможет запланировать какие-то действия личные, да, которые нужны для продвижения бизнеса, и я думаю, что вот эти два месяца нужно посвятить именно этому, если кто-то хочет иметь построить в компании сэс-маркетинг хороший бизнес, а что нужно делать для этого, нужно просто пригласить людей, если каждый пригласит по 20 человек за два месяца, просто пригласить, не надо, чтобы они там что-то покупали, нужно их пригласить просто в то место, где им объяснят, я вам просто приведу один маленький пример, придумайте пример, значит, здесь в Торонто есть два очень серьезных лидера, но очень серьезных лидеров, которым объясняли, объясняли, ну несколько лет объясняли, насколько хороший аксесс-маркетинг, но они не слышали, то есть им несколько лет объясняли, они не слышали это, значит, вчера они пришли на конференцию, ну такая маленькая была конференция, не то, что будет в Москве, на конференцию в Торонто, послушали информацию, они тут же приняли решение заниматься этим бизнесом серьезно. То есть люди, которые имеют серьезный бизнес здесь, в Торонто, серьезнейший бизнес, у одного человека бизнес просто огромный. Огромный бизнес. И эти люди резко поменяли свое отношение ко всему, свое мнение и приняли решение продвигать аксесс-маркетинг в ближайшие несколько лет. Причем я так понял, что приняли очень серьезное решение, кардинальное. Вот что такое просто пригласить, бесплатно, без денег, не надо ничего покупать, не надо никому ничего объяснять, не нужно. То есть если вы пытались объяснить, и у вас не получилось, просто пригласите человека, чтобы он просто приехал, послушал. И все. А дальше пускай принимают решение сам. Потому что там будет дана полная информация. И вы никогда не сможете столько информации просветить одному человеку. Обычно вы объясняете 5-10 минут, на ходу где-нибудь, или в лучшем случае за столом полчаса-час. Но чтобы специалисты высокого класса и от компании объясняют сами, вашим людям, для вас, по-моему, это должно быть самое главное. То есть я всегда человеку говорю так. Я говорю, если многие люди подписываются в новенькие, и сразу бегут рассказывать. Я ему всегда говорю так, смотри, если ты пойдешь рассказывать сам, у тебя точно не получится. То есть если ты хочешь провалить бизнес, иди расскажи. А если ты дорожишь своим бизнесом, пусть об этом расскажут те, кто могут что-то рассказать. Скажи своим спонсорам попроси, или еще кого-то. Выше стоящих спонсоров. То есть я ему говорю, что хочешь, чтобы была неудача, иди расскажи. Потому что самая большая от человека удовольствие это самому рассказывать. Знаете, удовольствие, вот он получил информацию, сейчас сразу побежит, бежит что-то рассказывает. Значит, хочешь провалить, иди расскажи. Хочешь результата, дай профессионалу рассказать об этом. Тем людям, которые уже имеют результат. Потому что они умеют, они знают. Поэтому очень важно пригласить в Москву людей. Просто пригласить. И не надо требовать от них, чтобы они что-то купили. Пусть придут, послушают. И, возможно, для них что-то откроется интересное и новое. Это первое. То есть компания будет в Москве 26 числа, где на русском языке. Будет полная информация. И, конечно, будет много того, чего мы с вами не знаем и не слышали. Вести френов, до этого не хочет никому ничего рассказывать. Это раз. И второе. Может, я немножко опережаю события, но компания планирует, планирует 4 числа, 4 мая, то есть сразу после Москвы, поехать в Казахстан. Я тоже на русском языке. Потому что Казахстан это тоже наша бывшая республика. И очень хорошие люди в Казахстане. Причем я почему-то наблюдаю, что в Казахстане даже бизнес люди делать умеют лучше, чем в других местах. Я не знаю, чем это объяснить, но то, что я вижу и слышу, то Казахстан это очень умные, толковые люди, которые видят перспективу и хорошие вещи сразу замечают и не упускают. И не упускают. И у нас там очень много партнеров хороших, много лидеров хороших. И вот такое возникло. Возникло такое предложение, мнение и желание многих людей. И я надеюсь, компания это поддержит. В общем-то она предварительно дала добро. Увидим, услышим в ближайшие несколько дней. На следующий день мы услышим результаты. Но ориентировочно мы должны быть готовы, чтобы нас не застали врасплох. Поэтому каждый тоже должен продумать и пригласить человек 15-20 в Казахстане. Причем сегодня, имея интернет, имея скальп, столько возможностей, можно просто пригласить, даже никуда не выезжая. Писать себе одно приглашение, оно может изменить всю вашу жизнь. Поэтому не игнорируйте. Некоторые, знаете, иногда думают, а этот, я его знаю, но я его не позову, он как бы плохой тип. Никогда, знаете, есть такое в английском языке слово, не причаточь. То есть не рассуждать за других, не думать за других, не будь уверенным в том, чего ты не знаешь. Потому что мы никогда не знаем тех людей, которые, скажем, кого-то знают. И если иногда нам кажется, что этот человек ничего не способен, да, это чисто наше субъективное мнение. Во-первых, мы не знаем его возможности, во-вторых, мы не знаем, кого он знает. Вы знаете, очень интересно, вчера была сенсия, на которой, я вам помню, я всегда рассказываю, ей 77-то лет, и вчера был еще один человек, и я сказал, вот эту женщину, вот эта вот девушка, которая 77-то лет, вот она сегодня, вот, столько и столько-то зарабатывает, с ним чуть припадок на месте не произошел, с тем человеком. Говорит, не может такого быть. Я говорю, вот может. Потому что кто-то ее пригласил, а она пригласила кого-то в свое время. То есть просто показала пальчиком кому-то, куда нужно прийти послушать. И вся жизнь у этого человека изменилась. Поэтому нужно просто засчитывать на счастье, да, в нашем бизнесе это очень часто происходит. Чем хорош наш бизнес, что мы никогда не знаем, что будет потом. Никогда не знаем. Поэтому нужно просто, я говорю сюда, тупо приглашать, и все. Просто приглашать. А что будет, то будет. Дать возможность человеку, если он ее не использует, ну, значит, его дело. Значит, что делать? Дать следующую возможность. В мире 7 миллиардов людей. А нам нужно немножко, да? Нам нужно немного. Если у вас будет, не знаю там, 100-200 человек, и потом эти 100-200 человек, они превращаются в огромную цифру. Я вам когда-нибудь покажу, как 13 человек, в 6 уровне превращаются в 15 тысяч человек. И далее. Просто легко. Вы никогда не знаете. Абсолютно не знаете. Поэтому просто нужно пользовать те возможности, которые нам даны. Итак, я напоминаю. Москва и Казахстан, я думаю, сегодня являются главными направлениями нашей деятельности на март и апрель. Ну, просто приглашать людей. Если вы сумеете пригласить 100-200 человек, то можете себе представить, как работает статистика, да? Продолжение следует... Продолжение следует...